Друзья, всем привет! С вами, как всегда, я, Ролан Морозов. И сегодня попробую ответить на ваш самый часто задаваемый вопрос. Сколько я реально смог бы заработать, если я использовал бы платформу Велес для торговли на бирже? Кто не знает, Велес такая платформа, что позволяет нам создавать ботов. И с помощью с этими ботами мы торгуем на биржах. Вы видите в списке, какие биржи поддерживаются. И, в принципе, все. Мы подключаем Велес через API-ключа к бирже, свободно выбранной отсюда. И уже торгуем на бирже с помощью Велеса. Надеюсь, ответил. И вопрос, сколько вся эта радость стоит, а на самом деле это стоит 0 долларов. То есть, если мы не торгуем, мы ничего не платим. Тут нет подписки как таково. А мы платим 20% от прибыльного сделки, но не больше, чем 50 долларов в месяц. Надеюсь, это все. И давайте посмотрим теперь, сколько же можно заработать на Велесе. Для этого примера я пользуюсь тестовым аккаунтом. Так его называется, бэк-тест, как вы видите, Велес, да. Что тут уже созданные аккаунты. Мы, конечно же, создадим сегодня просто банально какую-то свою. Но пример вот такой. После этого, когда мы создали аккаунт, то есть бота, да, он у нас появляется вот тут в списке. Просто нажимаем на карандаш и видите, например, данные. Мы можем сюда забить любые данные, какие боты мы хотим делать, на каких биржах. Это выбор за каждого. Тут просто привязываем биржу. А вот сегодняшняя тема, сколько же можно заработать. Пример. Пример на монеты НЕР и на 500 долларов. Скажем, 500 долларов у вас депозит. И 500 долларов лежит для обеспечения маржи. Над третьим плечом вы сами можете ввести тут настройки. Я не буду их переговаривать. Можете ставить на паузу и смотреть, чтобы, там, не знаю, скопировать или переставить себе. Неважно. Вот такие у нас данные. Стоп-лосс без убыток от среднего. И тут есть возможность теперь посмотреть бэк-тесты. Давайте запустим. Тут еще дублируются данные. Точно ли я хочу на этого бота пустить бэк-тест? Да. Подтверждаю. Теперь пойдет чуть-чуть время. Вот тут он рассчитывает. И бэк-тест делается на 6 месяцев. Ну, в принципе, если покупать платную подписку, можно и на дольше. Ну, нету никакого нужды. И смотрите. Это результат 6 месяцев, как отрабатывал бы бот. Где он покупал бы, где вышел бы прибыль и так далее. С такими настройками, что мы имеем. Был бы прибыль 56 долларов. Максимально плавающая прибыль 42 долларов. И самая большая просадка, что мы потерпели бы, это было бы 349 долларов. То есть, бот абсолютно прибыльный. Что всего было бы 77 сделок. Тейк-профитом они закрылись бы 10 раз. И стоп-лосс без убыток, то есть прибыль. Получалось бы 46 раз. У нас очень достойные данные. И такого бота можно подключать, скажем прямо так. Что мы могли бы тут изменить, например. Идем заново на этого же бота. И давайте еще раз посмотрим. Видео не будем затягивать. Потому что каждый может сам так подобрать себе ботов, скажем. Давайте просто сделаем вместо 27 перекрытие, например, 25%. Это все оставляем так, как есть. Тогда, чтобы я еще поменял бы. Стоп-лосс без убыток не от среднего, а от тейк-профита. Это означает, что если закрылся бы тот, вернулся бы, тут мы пошли бы без убыток. И фильтров давайте поменяем полосы Боллинжера. Вместо 15 ему поставим 30 минут, например. И посмотрим, поменяется ли что-то у нас в данных. Что в другом у нас была прибыль 56 долларов. Вот если мы так поменяли бы, какой был бы прибыль, либо убыток в таком случае. Скажу так, что на самом деле вещь достойная. Вот так рассчитать можно играться данными хоть часами. И наконец-то подобрать себе подходящую настройку. Видите, я поменял всего лишь перекрытие и стоп-лосс без убыток от тейк-профита. И смотрите, сразу же поднялся наш прибыль на 91 доллар вместо 56. Просадка осталась та же, кстати, очень достойна. Видите, сделок был меньше, но они были более качественные. Это тоже очень важно. Давайте посмотрим какой-то пример, где стоит стоп-лосс, например. Сколько раз срабатывался бы стоп-лосс? Этот бот сделан на монету Ада, тоже лонг. И видите, тут стоп-лосс до 0.3. Давайте проверим. Тоже тут вы данные можете сами смотреть. В принципе, видно, да, тоже баланс 500. И какие тут параметры. Тут уже входит сделку с одним ордером, не с сеткой, а с одним ордером тоже можно так торговать, кто не любит там сетки. И видите, тут стоп-лосс поставили на 0.3. Но профит, тем не менее, стоит свой. И давайте рассчитаем, как и что тут есть. Тоже тут полисы Боллинжера 1 час. Кстати, очень такой жесткий фильтр. Но, тем не менее, посмотрим, что мы имеем. Так, тут опять пойдет время, пока он рассчитает. Ну, полгода пройти историю, это займет какое-то свое время. Но, если вы настраиваете себе ботов, ну, вы должны же понять, что спешить туда, тут некуда. Вы их настраиваете надолго. И лучше делать медленно, но качественно. Так, подождем, сколько еще пойдет время. Тут надо подождать, пока идет расчет. Так, ну, что-то долговато. Это всегда, как хочешь показать видео, тогда всегда что-то у нас медлит. Это, ну, как золотое правило. Так, уже рассчитает. Сейчас и должен дать нам данные. Так, открылся. Так, что мы имеем? На самом деле, видите, прибыль есть. Я даже не буду смотреть это данное. Я хочу увидеть, сколько раз тут у нас заработал стоп-лосс. Стоп-лосс заработал у нас 79 раз. Довольно-то много. Но, тем не менее, видите, этот вытягивает нас в плюс. Это тоже немаловажно. И в сделках мы сидим довольно-то короткое время. Смотрите, самое длительное время сидеть в сделке у нас получается 7 часов. Так что, по-моему, максимально достойный бот. И теперь я покажу вам пример, как можно из нуля самому его создать, чтобы не затянуть уже видео. Просто выбираем отсюда создать бота и выбираем биржу. Какая биржа у вас будет, ну, это вам выбирать. Но я рекомендую Bybit, поскольку я являюсь партнером Bybit, и вы получите просто максимальные скидки на комиссию. И не более. Но если у вас есть другая биржа, подключайте. Неважно. Тут уже будет у нас API-ключ. Ну и давайте просто, если вот в этом списке нету монеты, что вам подходит, просто отсюда выбирайте списки монету, либо печатайте, либо находите и делайте на нее бота. Давайте посмотрим. А давайте вот отсюда все-таки выберу Alice. Быстрее будет. Очень такой стандартный бот сделаю тоже. Так, ставлю 500 долларов. Плечо ставлю 5. Я никому не советую ставить выше плечо, чем пятерка. Оставлю тип моржа перекрестная. Друзья, это я просто делаю рандомно. На самом деле так можно подогнать любые боты. Просто беру отсюда. Ну, единственное, включаю логерапевтический подтяжка. Эти данные оставлю все как есть. Ну, единственное, что ставлю профит, скажем, так, что первую закрою, когда полпроцента пойдет. Вот мне нравятся именно такие варианты, потому что тогда я могу ставить стоп-лосс без убыток. Так, сюда ставлю ровно единицу. И закроется 25%. И последним ставим аж 2. Так, и включаю стоп-лосс без убыток от тейк профита. И давайте выберем самые жестокие фильтры. Вот тут шестерка. И, в принципе, можно добавить еще полинджера. 15 минут это будет очень крутой фильтрации. И посмотрим, что бы мы имели в таком случае, если бы ставили такие настройки. Кстати, смотрите, в реальном времени, как монета Алис полетела. Ну, если знали бы, вот тут открыли бы лонг бота, и было бы нам счастье. В принципе, друзья, я вам показываю, как можно подогнать любого бота. Тут я не показал вам ни одного настройки, что было бы такой паныцея. Сделай так, и ты заработаешь. Каждый человек должен самостоятельно подогнать своих ботов. Да, если вы, конечно же, зарегистрируетесь по моей ссылке на Велесе и по моей ссылке на Байбите, я могу вам выдать такие стандартные, максимально стабильные ботов. Это не значит, что они безопасные. Но они максимально... Я делал настолько максимально безопасным, как это возможно, чтобы люди не потеряли бы деньги. Если вы хотите, вы можете получить те настройки у меня при случае, если вы мой партнер. И смотрите, получилось-то на самом деле не так уж сильно плохо. 187 долларов прибыли. Так, самая большая просадка была действительно на 976 долларов. Но, если мы используем хотя бы один к одному обеспечение, тогда этого хватает, чтобы нас не ликвидировало бы. И смотрите, самое длительное время съедели мы сделка, это два дня. То есть, давайте подытожим. С таким нехитрым способом вы, я, мы можем подогнать себе настройки, пока мы не будем довольными результатами. При включении бэк-теста, естественно, вы можете поменять время. Чтобы более короткое время или более длинное время показалось бы, каждому решайте самостоятельно. Я сегодня показал, что Уэллис является качественным продуктом с бэк-тестами. И тут может, может и должен зарабатывать каждый. А с вами был, как всегда, я, Ролан Морозов. Если это видео было вам интересно, ставим лайк, подпишемся на мой канал. Все полезные ссылки будут в описании под этим видео. Друзья, зарабатываем честно и, главное, быстро. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok